Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и мы на пороге Великой Китайско-Польской войны. Китайцы помнят все зло, которое поляки сделали несколько сот лет назад и готовы отомстить им, готовы встать на путь Суньцзы, на путь война и поработить польских граждан. Тем не менее, если вы не видели первую серию, то лучше начать с нее, конечно, и узнать, как мы пришли к тому, к чему пришли, как уже Вроцлав и Лодзь стали китайскими. А спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, так что спасибо им за поддержку, если вы еще не спонсор, то становитесь. Все остальные, ссылка на первую серию в описании есть, либо в правом верхнем углу появляется, тут мы потихоньку развиваемся. Кстати, гавань, я еще хочу, ну я вот поставил, чтобы после литья мы откроем как раз гавань, потом ускорим осадную тактику. Откроем осадную тактику для ускорения, ну потому, потому что, нет, давайте так, литье, навигация по звездам, осадная тактика, баллистика, потому что мне нужно ускорять все эти технологии, это способность все-таки Китая. И потом уже, после всего этого, идем в индустриализацию, я так думаю. Хотя можно попробовать и кавалерию, слушайте, а у меня есть вообще, может мне стоит рыцаря сделать еще заодно, кстати. Так, тут я мастерскую завершил. Давайте здесь такие кампус сначала. Я пока живу в Бесправительственной площади. Этот кампус делает тут плюс три и... Ну для этого он, конечно, и не сделает плюс три, но в будущем тут, возможно, какой-нибудь еще район, тем более рядом с Правительственной площадью. И этот кампус тоже станет плюс три. Так, ну... Ждем... Эти мы... Я, конечно, могу дороги, кстати, им проводить, но это заряд будет стоить. А у меня два заряда, мне надо будет два форта строить, так что давайте мы его отложим пока. И вот, наконец, пришли селитру тут добыть. Я просто сейчас думаю, стоит ли мне эту катапульту сюда ставить, апать. Наверное, стоит. То есть этим мы обстреляем, эту... Эту бомбарду я сюда подведу. Этого мушкетера сюда. Ну, Гданьск вообще должен упасть очень быстро. По моему скромному мнению. Эти, наверное... А, катапульта уже походила. Ладно, тогда стоим. Тогда стоим. Какие у нас появились... Я, наверное, только официальную могу объявить, да? К сожалению. Эти тут нету никаких... Хотя бы войны возьми. Ну, официальное все равно лучше, чем внезапное. Так. Иссианя в Александрию. Мне вообще надо бы сбегать, исследовать города... Грека. А то я вижу только три города. Может, этого коня надо было как раз к греку отправлять. Сколько у меня всадник? Всадники это... Которые могут быть... Два всадника и, по-моему, два летучих отряда. Которые потом могут быть кавалерией. Так, ну рыцаря мне тоже надо построить будет. Давайте посовершим, что я тут в городах вообще... Можно строить... Четыре хоз. Давайте построим. Мне надо кого-то убить будет рыцарем для ускорения. И давайте пока этого коня действительно к Александру. Проверка городов. Рост, рост. Так, науку уберем. Я все-таки понял, откуда там... Нам не хватало налитье. Потому что у нас убрали... Пингалу из города. У меня лучше пускай город растет, чем... Ну, там недляк много... Две науки сейчас дают специалисты. Специалисты, по-моему, только одного могу посадить. Все, отлично. Следующим ходом апгрейд бомбард. Ну и мечников тоже. И начало... Да вообще всего апгрейд, что у меня тут будет. И через ход начало войны. Карточками как раз стоят. Ап. 85 селитры. 85 селитры. Осадную тактику прокачали. Так. Тут апнем мечника. И последняя... Хватило селитры, отлично. Теперь я могу ею торговать, в общем-то. Потому что больше мне апгрейд нигде не нужен. Для стрельцов, например, всего 35. Ну вот способность пикинера. Плюс 10 против легкой и тяжелой кавалерии. И сила 41. А апнув... А апнув... Мы получим силу 55. Ну как мушкетеры, в общем-то. Ну и всех тут, ребят, апнув. Пускай. Теперь содержание, конечно, юнитов минус 67. Но я поменяю карточку, когда гуманизм открою. Перемещение 6. То есть давайте, наверное, и этого всадника тоже. Отлично. Так. Все они шпион. Готов. Кому бы его отправить? Наверное, в Россию надо. Ну, опять же, повторю, без разведывательного управления в правительственной площади слабовато будет. А, ну тут, конечно, в России... Меня надо, короче, надо отправить, где есть хоть какой-то... Вот в Люблине есть. 52 денег. То есть начнем с воровства денег. 124. Ну, более-менее. Ну, вагбата... Ну, вагбата... У Перса и Александра не хотелось бы, потому что... Давайте тут... Да, давайте. 124. Потому что у нас с ними хорошее отношение. Я не хочу их портить. Все они торговцы, да? Или давайте... Так, тут один заряд. Я бы, наверное, вот здесь начал театралочку строить. И для этого надо убрать скот. Поэтому идем на скот. И тут один ход пропускаем. Блин, тут ничего обрабатывать уже в этом городе. Прикол. Ладно, пока пойдем. А, значит, тут мы один ход оставляем. Что в Ченду строить? Мне тоже два хода до гавани. Хочу гавань строить. Вот здесь. Но не могу. Два хода до гавани. Может, какой-нибудь тогда юнит постро... О, давайте исследовательские гранты вообще проведем. Есть какой-нибудь шанс получить? Ну, это фигня. Вот этот ученый дает зрение для химии, случайной технологии. Нет, ученого нету. Ну, просто чтобы наука капнула. Или все-таки юниты. Галеры. Ну, две галеры. Ну, блин, один ход судостроения. Нужны ли мне галеры на такой карте, понимаете? Вот это маленькое море. Галеры, конечно, могут очки эпохи дать. Ладно, давайте одну галеру построю. Все-таки для очков эпохи. А, стоп. Давайте, вот, у меня торговец есть. Мне нужен торговец. Вот и все. Так. Шиньяни что? Рынок завершен. Конечно, нужна промышленная зона. Кведук 5 ходов, промышленная зона 8. Для этого надо этот лес вырубить под промышленную зону. Ну, давайте еще строители. Строителей много не бывает. У меня должны все клетки быть обработаны. Так, все. И во всех остальных городах у меня строительство завершено. Так. Все они мы откладываем это дело. Пингалу надо вернуть. Осадная тактика ускорили. Стандартизацию ускорили. Осадная тактика понятна из-за бомбарда. А стандартизация... А, три мушкетера. Понял. Так. Значит, навигацию по звездам открываем. Потом осадную тактику. Потом баллистику. Все. Shift-Enter. И сейчас объявление войны будет. Блин. 8 золота в ход он с меня требует. Нормально вообще? Пацанчик. Как идти глянуть? Польша там ни с кем, ни в союзе. Ни с кем. Астрологию открыли. Проверка по ресурсам. Может я могу чем-то торговать? Да, у меня два кофе. Давайте смотреть. Трюфели есть. Слоновую кость. Надо попробовать выцеганить. Красители. Это странно. У меня, по-моему... Нет, красителями не добавлялись нигде. Хорошо, давайте попробуем красители. Тогда. Ацтеки, либо перс. Ну, три золота в ход это уже более-менее. Сейчас вообще проверю, что кофе. Только в бразиль... Кофе в бразильце. Логично. Да, все правильно. Хорошо. Ацтек? Ацтек же любитель всяких ресурсов. Ага, 18 золота. Так, ну перс, три золота в ход уже... Более-менее премь. Вот, серебро. Блин, 10 золота. И мали там... Мали... Мали еще тоже серебро. О, готов и даже заплатит мне. Отлично. Так. Ну что, поехали. Че тут откладывать? Официальная война. Показуешь вентством правдивого натура. Правдивого натура. Мы живем сейчас в траве. Латфос дептаны. Такое ощущение, что этот джезл пластиковый. Так она им махает. Машет. Ну, смотрим. Бдыщ. Нормально. Бдыщ. Этот становится сюда. 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 Не. Этих я не буду подводить. Да, ну тут, конечно, сложно. Я не думаю, что он может этими арбалетами убить мне одну из бомбардов. Он будет в бомбардах. Если он будет атаковать мушкатера, то это вообще зашибись. Потому что у нас плюс 17 силы. А это значит, что будет сила 65... 72? 72 против 50 силы... Против 40 силы у арбалета. То есть, он не знает, там 2 урона будет наносить. Что-то такое. Так, сиань. Что у нас сиань медленно растет? Давайте именно на еду поставим. Так, и здесь я, значит, хочу... Вот здесь вырубить лесок. Не лесок, а... Забрать животинок. И сюда театралочку бахнуть. Тут, во-первых, театралка будет уже плюс 1. С правительственной площадью будет... Так, мне как-то тайюань надо вырастить. У него жилья не хватает. Значит, там бар надо будет... Сделать. Мне до 10 надо тайюань вырастить. И я смогу правительственную площадь поставить. Все равно как-то дебильно юниты расставил. Видите, не могу подвести... Особо. Может, туда как-то ломануть? Так, если я хочу в Лодзе центр коммерции ставить, то где это мне лучше всего? Тут вот плюс 3, да? А если я захочу кампус поставить, есть где-нибудь... Ага, тут плюс 2. Да, потому что районы. Значит, надо вот здесь вырубать коров и сюда ставить коммерческий район. Коммерческий, научный. Вот так сделаем. А что с производственным? А, промышленная зона уже стоит. А, блин, она тут стоит. Мне тут надо акведук ставить. Блин. Что-то удалить. Тут у нас будет акведук. Хорошо. А центр коммерции тут вот плюс 3. Есть еще где-нибудь? Вот тут плюс 3. Ну, блин, тут рис. Что-то неохота. Где еще кампус может нормально? Ну, тут, кстати, кампус плюс 2. Правда, в основном из-за... Ну, ладно, кстати, а почему нет? Почему нет? Давайте этот мы поменяем на коммерческий. А здесь... Кампус. Так, вот, предварительно. Он стреляет? Отлично. Отлично. Это очень хорошо. Минус 1 арбалет. Пойду вот этими пикинерами, наверное, сюда. Посмотрю, что здесь. Ну, на Краков глянем. М-м-м-м. Ладно, пошли здесь. Лесопилку. А тут исследуем города. Почему это мне показывает? Смотрите, я выбрал юнит. Показывает, что он сюда вот добегает. Когда я делаю именно это добегание, тут пишет, что два хода. А, потому что тут юнит, ясно. Так, походили. Нет, здесь идем. Нет, здесь идем. Тут мне, конечно, надо дорогу было бы провести, но я ее не провел. Так, какие у нас еще доступные по максимуму пути. Вот это мод у меня стоит, что я могу смотреть доступные пути, сортируя их по привлекательности. Ну, вот в Александрию, опять же. Причем, две еды, четыре производства. Тут мы один ход ждем. И строим гавань. Да, все зашибись. Ну что, смотрим, что может мне противопоставить Польша. По силе, как бы, армия у нас одинаковая. Но у меня это современная армия, а у него арбалеты и рыцари скр... О, отлично, обстреливают. Обстреливают, блин, а вот тут обстреляли, блин, и... Франция хрен знает где, конечно. Блин, но все равно и бомбарду обстреляли. Так, гавань открыта. Давайте сразу я ее поставлю строиться. Отличная гавань, кстати, на плюс четыре. Так, здесь обстреливаем Гданск. Этот мушкетер стоит. Вот здесь, конечно, ап, но тут надо стрельцов и пикинеров ставить. Синитэк построения против фасадных, против антикавалерийских. Ну, мне все тут нафиг надо, честно говоря. Хотя я могу... Знаете, я возьму... В построении... И надо... Какое у нас там юниты сопровождения теперь... Имеются... Вот осадная башня. Вот осадная башня. Какие у него... И у нее стены... У нее стены... Вообще не написано, какие стены древние. Давайте осадную башню построим. Так... Это возвращаем. Пил... И пил. Так, хорошо. Теперь мушкетеры против рыцарей. Ну, тут, видите, река... Есть проблемка небольшая. Но мы... Может не атаковать, а стоять на месте как раз. Так сделаем. И вот так. Тут просто хорошо в тем, что дорога. И, по-моему, я могу подходить бомбардой и... Так, как раз в обороне надо. Бомбардой и... Так. Так. Конечно, надо было сначала вот этих подводить бомбардой. Потому что вот эта бомбарда атакуется, да? А вот эти две... Им ничего не могут сделать юниты. Ну... Тактические жопы, а? Хреново сыграл тактические. Прямо скажем. Рыцарь. О, а вот и селитра. Надо бы ее разграбить, как мне думается. Минус рыцарь. Так. Эти арбалеты походили. А у меня только три арбалета. Вот еще один. Чуть он там стоит. Позади. Скучает. Его надо переименовать. Непобедимые луки. Нет, говнина. Подземные молотки. Кровавый стрел. У нас уже есть усталые... Во, давайте. Усталые задиры. Ну, знаете, так устали уже задирать всех, воевать. Кровавые дожди, кровавые стрелы, усталые задиры и адовые стрелы. Вот тут, конечно, без фантазии назвал. Прямо, будем честны. Так. А эти мушкетеров уже... Не знаю, если кто помнит мои видео еще по пятой циве, у меня были мушкетеры Артасян, Партасян, Атасян. Армяне на службе у Франции. Но здесь надо... Как-то по-китайски, поэтому будет этот АТОС. А эти, по-моему, еще... Это первого никак не называются. Бычьи дикари. АРАМИС. Это, типа, будет означать, что АРА промахнулся. Надеюсь, он на самом деле не будет промахиваться. Ну, вот этого чувачка можно переименовать. Это, давайте, просто Чингачкук будет. Так, я не уверен, что я правильно его написал, Чингачкук. Ладно. Поехали открывать города. Александрия Трацкая. Теперь смотрим, куда тут самые выгодные караванчики могут быть. Из Тайюаня и из Пекина в Александрию. Пекин, а Тайюань где? Во, из Тайюаня я опущу, чтобы... А, тут и так есть дорога, если бы ясно. Тогда из Пекина. Хотел дорогу провести. Так. Ладно, этот арбалет уже походил. Видите, походили, ребята. Оружейное построено. И один ход до 10 жителей я смогу еще строить... Ну, тут, значит, откладываем. Смогу построить... Район. Так, там гавань строится. Тут осадная башня строится. Ну, давайте вот тут шахту, пожалуй. Походим источники. Пока я только одного шпиона могу, да? Да. Я думаю, что можно в Антону Нариву уже одного. Даже двух можно отправить, чтобы перекупить ее у Петра. И сейчас у него снизятся проценты. У него должна культура очень существенно снизиться. Вот с этим было 197. На следующем ходом смотреть, сколько будет. Если он не перекупит, обратно, конечно. Так, тут мы откладываем пока на один ход. Производство на один ход можно отложить. Всегда. Вообще, где Антону Нариву? А, блин, Петр может его захватить, вообще-то. Ну, ладно, все равно. Кстати, он на нас-то работает. Мы хоть одного великого человека имеем. По-моему, был один. Ни фига, да? Да. Город хороший, но... 2% за каждого... То есть до 30% плюс. Я думаю, у Петра должно где-то до... 150, наверное, снизиться. Ладно, заканчиваем ход. Катя, вот этого может убить мне Польша. Нет, не убил. Отлично. Не убила. Отлично. То есть, сначала ты меня осуждаешь, а потом с меня селитры просишь? По-моему, ты это делаешь без уважения. Просто без уважения. Блин, чё так быстро лечится у Гданьской стены? Так, великолепная гавань. И форты мы можем строить. Так, тут меняем первых содержание юнитов. Кампус, промышленная зона. Вот это я оставляю. Театральной площади нет. Новые строители, два действия, центр коммерции. Операции требуют меньше. У меня бы, конечно, олигархическое наследие, но я не могу ее... У меня нет этой карточки, потому что нету правительственной площади. Я, кстати, не уверен, что она появится, потому что я не построил правительственную площадь во время того, когда у меня была олигархия. Я не могу плюс четыре еще взять, к сожалению. Убранительных зданий. Удвоенные в городах с гарнизоном. Ну, давайте, наверное, тогда плюс два влияния еще пока. Так, смотрим. 158, видите, культура. Он не перекупил обратно Антона Нариву. Упало на 40 культуры. Ну, короче, на четверть практически упало. Интересно, куда это Польша ведет поселенца? Да, есть улучшения у пушки, но мне надо, в первую очередь, обстреливать. Так, здесь, значит, берем против ближнего боя. Или против кавалерии. Потому что ближнего боя, это не считается кавалерией. Кавалерия это кавалерия. Юниты ближнего боя это мушкетеры там. Нет, давайте, наверное, эшелон. Да ладно. Вот же гад. Так, еще тут ставим форт. Ваншот прям будет. Или не будет. Будет. А что, тяжелое поражение? Плюс два бонус поддержки. Потому что арбалет там еще сзади стоит. Да. Ну, еще за уровень сложности, видите, тут плюс четыре. Все. Все мои соперники имеют. Сюда встану. Вдруг. О, уже бразилец приехал. Город стоит. Ну, вы тут пускай он тут ставит, я. Не возражаю. Не буду. Не буду добивать. Наверное, встану. И из Пекина. Так. Тут кофеек. Тут сюда. Нет, подождите. Так, у меня вот тут мушкетер без дела. Я его никак подвести не могу. Ну, да, я хреново расставил юниты перед началом битвы. Ничего. Полностью согласен. С тем, если кто-то это пишет мне в комментах. Так. Кого мне важнее? Лагеря строить или... Я думаю, что лагеря. Ну, потому что... Лагеря в топических лесах. Потому что... У меня их много довольно. Это еще дополнительная... Возможность. А здесь... Рационализм. У меня слишком мало... Компусов, чтобы от этого... Получить... Солидный прирост. Меня вот беспокоит вот этот мушкетер на самом деле. Так, как насчет проатаковать город? Нет. Пока еще не этим ходом. Еще не этим ходом. Так, значит, здесь пропускаем ход. Я хочу вырубить и поставить промышленную зону. Тут продолжаем тыгдымкать по территории Александра, исследовать его города. Ну, какой-то большой бассейн он построил. Красивая Македония. Красивая. Ничего не скажу. Только мне бы еще хотелось, чтобы она с Россией повоевала. А он тут со всеми дружит, да? Ну, с Польшей воюет. Знаете, он так воюет, что... Он даже не прекращал воевать, как мы прекратили войну. Но он ничего не сделал Польши. Просто в войне находится, и все. Может перса подбить, кстати? Разрешать тем, чтобы вы не объявили внезапную войну. Теперь Киру нравится, когда внезапную войну объявляют. Так. Одно золото. Ну. Почему нет? Вот Кир тут может что-то сделать Польше. Кто там еще? Ну, Мали далековато. Бразилец слишком в хороших отношениях. Еще какая-то неизвестная страна осудила Польшу. Но... Так, давайте смотреть, где мы тут кампус можем поставить. На плюс два, на плюс два. Ну, кстати, вот тут неплохое место на плюс два. Тут, видите, эти... Смена хочу посмотреть. А вдруг там больше будет? Нет, тоже плюс два. Кстати, а может тут и поставить лучше? Просто тут лес, мне его еще вырубать надо будет. Давайте так. Гавань, маяк. И тут откладываем на один ход. В тех остальных городах что-то строится, да? Кризисный союз с целью, который был неизвестный игрок, завершился удачно. Пингалов Сиане опять у нас присел. Поэтому у меня увеличились показатели. Ну, в принципе, я бы сказал, что я отстаю только от России. Из тех, кого я встретил. Россия, Персия и Франция. Опять же, повторяю, открываем научную поведу. Видим, что тут у нас впереди еще три игрока. И у них там может быть, конечно, улетание... Невообразимое. К сожалению. Ладно, все. Заканчиваем ход. Надо больше усмотреть. Кого он мне тут... Я боюсь за этого мушкетера. Зашибись. Так, Антон Нариву перекупил кто-то. А, никто не перекупил. Просто я перестал быть судьбом. Нормально, меня это устраивает. Едвига. А, Едвига пытается... Ну, кстати, я не против, если она ее перекупит. И там будет еще с Антон Нариву война. Блин, как бы мне тут влезть? Мне бы вот этого арбалета как-то отодвинуть. Нет, тут надо так делать. Все, я думаю, что следующим ходом Гданьск мы заберем. Этим ходом не получается, но следующим точно. О, еще и у этой арбалеты. Ой, арбалеты, мушкетеры. По мушкетерам больновато, конечно, бить. Слушайте, может, меня побольше рыцарей построить, чтобы их в кирасиров апнуть? Если я подойду, то этот юнит у меня умрет, я думаю. Я просто вот так в защиту встану. Храм Минакши, храм Махабодхи. Все очень важные чудеса, конечно, строит Польша, но АК абсолютно ненужные. Так, если у меня постреляет арбалетом и атакует, я не думаю, что он меня убьет. Пойдем пока сюда. Так, значит, здесь вырубаем лес на промышленную зону. И потом Акведук. В Дзяо Дуне. В Александрию. Да, у нас максималочка. Тут обстреливать пока некого. Спасибо. кто хочет кофе еще так серебро я уже выменял табак давай перс о готов меня цвете уже сам мне платит отлично пидно амфиполис ну красота пока красота так амфитеатр сделано наверно археологический музей что я очень сомневаюсь что в связи с россией в игре шнус вообще появятся какие-то великие люди на на шедевры библиотека 5 ходов ну и то есть амбар 4 хода до роста дать не библиотеку а рыцаря я хочу попробовать тут рыцаря и тут рыцаря хотя хотя бы чтобы три кирасира было я отложу сейчас открытие баллистики гданьска ста серовая заберу на развитие это никак у меня не сказывается пока я думал убьет не нормально стоит с мы отойдем здесь этим ну вообще может довольно много сейчас городов будет 10 жителей то есть рационализм в принципе должен а там какой-то неизвестный кризис мне чё там непонятно какие-то города готовится как своя жизнь мы никого не встретили еще раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять еще девять не встреченных нами цивилизации на карте есть и гданьск падает ей а вот и первая лавра у нас да получается город конечно же сохраняем монумент амбар водяная мельница отлично сколько городов у польши вообще осталось 6 я вот надеюсь что вот эти мелкие кто он последний такой-то легница тарнув вот это это перс заберет хочу надеется так знаете как мы тут походим так и так 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 тут мы этих ребят объединим и отступим сюда я отнимаю этот перевод вот этого улучшения плюс одна дополнительная атака за ход если юнит не двигался все равно арбалеты у меня двигаются и все равно я два раза атакую вот убьют ли мне этого так давайте во первых поставлю форт чтобы баллистику ускорить так и и мы отложим пока рыцари не построятся хочу три хода подождать не знаю убивать не убивать но если тут один арбалет только будет он мне не убьет этого чувачка и выжил вот же так что на слоте обрабатывает эти вот тут куча тропических лесов до куча просто пошли сюда блин так хочется мушкетера убить нормально должны выжить должен выжить я думаю так это может полечиться не думаю что арбалеты сейчас смогут его убить сейчас а с кем тут еще соседствует александр такое ощущение что ни с кем такие очень но вообще он должен с россией как-то воевать из россии кстати у него по моему не очень отношения до он катя готов с ним воевать но я не готов с петром воевать но маяк готов давайте на этот торговца так тут кампус библиотека и заканчиваем ход ну вот этот мятер беспокоит летучий отряд вот этот и вот этот лет так еще два летучих отряда раз-два нет не убили все зашибись зашибись гдань даже по лояльности не отваливается этом перс вообще что-нибудь делает о закончились союзы так и экономический союз у меня готов даже заплатить за него так теперь с персом может с персом военный я к нему ксерон карваны нет нет не отправляю а воюем мы вместе называем готов заплатить да нормально это плюс ксили все-таки так дружбу смоли и вот он как насчет союза пер научного он уже готов так и у меня шелка дополнительно есть с кем поторговать шел так гипс ничего не дает цитрусовые нормально так старые скакуны чуть старые дождливые скакуны скальные всадники королевских соленые соленые кони норм соленые кони как бы мне этот я вот боюсь сюда останется пикер пострите тут нарисована зона контроля то есть я сюда встану я уже не отступлю это красный означает что зона контроля соответственно тут может быть вот тут может быть город уже сам краков поэтому давайте просто аром ара миссом о нормально нормально нету города хотя не факт не мы бы вы увидели если был бы город мы бы вы увидели что стоим я удивлен что курить ибо не отваливается по лояльности никак ну да ладно вот я боюсь что если я выйду сейчас в нормальный век или в темные что тоже 6 ходов да я могу в темную что у меня сейчас начнутся проблемы по лояльности тогда чего очень бы не хотелось ридеет армия польши но варшаву наверно пойдем давайте спрячем а все таки есть тут краков видите ябна краков пошел он как-то проще берется какие тут стены средневековые то есть пока моя вот эта осадная башня на них работает она только не действует на стены возрождения то есть если я сюда приду на краков мушкетерами то я могу ее взять чисто даже мушкетерами без без бомбард ну и кстати и стрельцы и пикинеры тоже ну так надо и делать похоже давайте так ну этим надо убежать осуждать эти река и и еретика я не собираюсь все таки арбалеты прокаченные просто вау так отходим так ну тут ждем уже открытие меркантилизма тогда я все в александрию бегают александрия с меня имеет раз два три 8 производства и 8 еды и 16 денег вот этот халк в халки дикие бесполезные немного его перекинул в чем-то нормальный дэн из чем-то я имею ввиду мне вообще бы тут вот гавань тоже поставить в пекине как мне карнула я пока не могу все равно этот мастерскую куплю пока деньги особо не на что тратить о лагерь варваров попробовать его забрать ну блин тут копейщик стоит ладно фиг с ним ну давай сопри денежку парень нам нужна денежка так в диадуне я бы наверно монумент строил пошла все-таки лояльность дополнительная что я бы что я в темный век падаю нам нужна лояльность хотя тут лян давайте строители делать сейчас будут это все обрабатывать в родослове опять уже жилье закончилось амбар тут есть амбара тут нету еще амбар будет ну гданьск понятно так смотрим за кого я беспокоюсь теперь я беспокоюсь вот за этого но не должны тут у нас плюс 17 то есть это довольно больно еще и повышение получить или кто это или пикинер получил повышение опять у меня осуждается не встречал более презренного правителя чем я серьезно я думаю я всем нравлюсь кроме польши так следующим ходом рыцарей доделываю наконец то ну мне надо разграбить вот если что я боюсь что вот тогда действительно могут его убить но совсем сколько там не накоплено ну да у нее нету селитры лично жарный единственный ресурс селитры ее надо грабить ну а так надо двигать юниты на варшаву тут холм тут холм хорошо и тут холм мне надо сюда бомбарду запихнуть город потом через через форт сюда пройти так здесь стоим ждем меркантилизма открытия отступим сюда не использовать арбалеты надо дождаться открытия пушек но он не сможет протоковать мой арбалет просто потому что зона контроля от мушкетера но мушкетера мне могут убить краков этот и добьет вот это мебель а еще могу раз выстрелить целых целых три очка снял так да мы перекинем этого из тайюаня и из шиньяня тайюань у нас где тут шиньян и шиньяна надо мне тут очень мало производства вся не археологический правительственная площадь я буду в тайюане строить а вот здесь кстати развлекательный комплекс тоже хорошая идея причем вот тут его надо строить к сожалению на этой клетке мы подождем давайте пока еще одного строителя сделаю поставлю метку чтобы не забыть что я тут хочу развлекательный комплекс форусский маяк тут нафига вот на этой карте форусский маяк плюс одно перемещение для всех морских юнитов я по колосс построен у колосса уже кто-то построил понятное дело 4 хода до райончика я наверно театр хорошо если я построю форусский маяк вот здесь да то смогу ли я театралку где построить либо на этой либо на этой клетке да ну давайте давайте чисто ради театралки тогда вот заметим что вот сюда например хочу театральную то есть каждое чудо дает театральной площади плюс 2 за соседство тут еще можно может быть какое-нибудь чудо в будущем так промышленная зона 12 производства здорово давайте амбар кстати водяную мельницу я здесь не хочу но здесь еще кстати гавань тоже нормально зайдет то есть давайте строителя тут вырубим крабов и вот сюда гавань поставим гавань для производства опять же то есть там верфи будут давать производство достаток жилья все они кей берем с производства в лодзе ну что я боюсь что а арамис сейчас пойдет жертвой коварной польской стрелы испания с францией воюет нет выжил фу арамис и арамис смотрите и ведет строителя наверно в попытке починить что-то так здесь чисто ради лагерей мы это открыли да никакие вот эти вот нам вроде как не нужны содержание юнитов хорошо но я следующим ходом открываю баллистику и надо будет апать киросиры и арбалета киросиры это у нас рыцари поэтому надо будет сейчас поставить карточки на на ресурсы ну не знаю пушки вообще помню требуют ресурсов да а киросиры требуют железа то есть они будут 10 единиц железа требовать каждый у меня 38 то есть на трех рыцарями хватает смена только одну карточку поставить а только поставлю значит на снижение за деньги что ресурсов у меня дофига золоте так кампуса промышленно все остальное нормально стоит так отлично теперь идем на варшаву мощь рукопашный 43 но не должны убить если он будет всеми арбалетами меня тут атаковать и не должен мушкетера этого убить дарт аньян там еще какао не не улучшено так будущие киросиры бегут так значит нам надо отступить чтобы апнуть в пушки все это дело как это лучше сделать ну я бы конечно арамиса тоже спас эти наверное так и рыцари поближе очень так долго лечится вот этот рыцарь и не знаю сколько уже ходов 4 все лечится в военном лагере наверное просвещение стоит открывать и ставить карточку рационализма построил все-таки кто-то только я хотел какое-то чудо построить его сразу компьютер построил конечно с александром второй уровень чтобы вспомнить что там стоит второй уровень экономического союза бонус качкам послов за каждый город государства судебно который является ваш союзник он многих является по моему только иерусалима да так себе бонус без по армия мечников в россии эти стрельцы утро стрелецкой казни диадон может не расти больше тайюань тоже но с этим я десять больше десяти жителей практически все города мне надо немножко ченду еще я не хочу я галеру строить я тут явно уже в темный век выхожу не хочется давайте раз строителей пока тут и строители завершил для того чтобы я убираю улучшение следующим ходом вырублю лес значит мы тут пропустим пока ход пошли вот сюда и все эти улучшать тут мы ход пропускаем в этом городе что в дяо дуне тоже строителя построил но тут лян все таки у нас и ну давайте давайте монумент блин меня беспокоит то что у нас лояльность упадет библиотеку а в лодзии ну давайте акведук акведук и потом центр коммерции что в рот слове обрабатывается то видите как раз улучшать клетки все обрабатывается с тропическими лесами у меня там никаких улучшений нету подождите давайте я вот как раз крабов уберу этим ой ловушка вот все это голландия вот это между прочим голландия как то мы ее не встретили до сих пор хотя опять же могут быть перепутаны все эти цвета да тут мы откладываем на один ход все везде поставлено строй в гданецке ничего не стоит рынок конечно рынок акведук где можно поставить два два места ну поставим пророка я конечно уже не могу получить а не смотрите еще одна религия свободна ничего себе ну но не там подождите там когда по моему укреплены религии тогда нельзя да получать пророка я что-то вижу чтобы там перс как то особо занимался польшей вот это меня возмущает так в тайване после давайте выкуплю уже клетку и надо поставить правительственную площадь строится в очередь после библиотеки про все дамбы я уже забыл хотя хотел их поставить у меня просто такие клетки что у них дамбы негде ставить вот реально вот в шеи вот тут я правда я бы еще поставил дамбу на самом деле а ну да тут правительственная площадь хрен поставлю даму то есть у меня будет все сейчас затапливать все мои районы все мои ромашки красивые так следим за польшей что она будет ну по идее не должно никого меня убить вот этим ходом как раз все зашибись ой вот этого я наверное зря так ну я его сейчас спасу должен спасти во всяком случае ого начинаются требования от России а Александр там армию копит вот бы он на Россию напал промышленная эра ну что ж с наступлением промышленной эры в Китае заканчивается эта серия у нас еще баллистика открыта сейчас пушки появятся кирасиры и война против отсталой Польши выйдет на новый уровень но это уже в следующей серии спонсоры канала как всегда могут ее уже сразу посмотреть во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что смотрите читаю ваши комментарии с Польшей надо конечно заканчивать согласен полностью мы ее сейчас отутюжим о еще и Мали тут поставил город на этом все всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 пока